Десятки продавцов и сотни довольных покупателей. Пасхальная ярмарка у центрального рынка идёт полным ходом. Куличи от мала до велика сметают с прилавков. Ассортимент любо-дорого посмотреть. Выпечка с изюмом, цукатами, орехами. Вес от 100 до 600 грамм. Здесь же можно приобрести крашеные яйца, как поштучно, так и в упаковке по 10. Время работы с 9 до 3. «Закупили к празднику куличи разного размера, разного вкуса, разного вида. Для друзей, родственников и для себя». Пришла за булочками посмотреть, потому что обычно продукция здесь разная бывает, хорошая. И вот колледж печёт и привозят. Вот сейчас надо спрашивать только, чья продукция. Посмотрю. И смотрю, чтобы тяжёлые булочки были. Они тогда лучше. Я люблю такое, например, тесто. Классические рецепты. Тщательно отобранный изюм. Определённая температура маргарина. К изготовлению праздничного атрибута на предприятии «Домочай» подходят с душой. Из года в год комбинат радует горожан традиционной пасхальной выпечкой. Торговля в фирменном магазине идёт бойко. За качество и неповторимый вкус покупатели голосуют рублём. В ассортименте более 10 наименований. Каждый кулич в буквальном смысле – ручная работа. Украшения пасхального стола – кекс элитный, сдобный, с изюмом, политый сахарной глазурью, декорированный посыпкой и цветами из мастики. Полукилограммовый шедевр обойдётся в 11 рублей 33 копейки. Ну а если душа гурме просит чего-то особенного, есть повод зайти в крафтовую пекарню. Любители необычных сладостей оценят куличи с вишней и бельгийским шоколадом, изюмом и цукатами. Изысканный вкус выпечки с клюквой порадует даже самых привередливых. Булка в 250 грамм обойдётся в 8 рублей. Без малого полкило сдобы – в 14. За 6,50 можно купить набор пасхальных пряников. Особенность наших куличей заключается в том, что они пекутся на закваске. У нас в городе других производств заквасочных нет. И закваска работает порядка 80 часов в тесте и делает его таким воздушным и полезным. При выпечке наших куличей мы не используем никакие химические ароматизаторы, красители, какие-то улучшители, стабилизаторы. У нас всё натурально. Между тем осветить куличи и крашеные яйца можно уже в субботу. В Никольском кафедральном соборе с полудня до 20 и в воскресенье после литургии до 11 утра. В Георгиевском храме 15 апреля с 13 до 20 часов, а с 16 до 9. Двери всех церквей города будут открыты для прихожан. Подробное расписание на сайте Бобруйской епархии. Кулич – это как хлеб, как символ жизни, потому что Христос есть источник нашей жизни. Мы проходим в храмы для того, чтобы, осветив это, в субботу или же по окончании пасхальной литургии, и проходим домой, чтобы разговеться, возблагодарить Господа за его великие благодеяния. 15 апреля у православных Великая Суббота. В этот день принято вспоминать Христа и уделять внимание духовной стороне жизни. Посещать церковные богослужения. В храмах будет особенно многолюдно, поэтому силовые ведомства будут работать в усиленном режиме. В целях обеспечения безопасности, а также оказания помощи гражданам, 15 и 16 апреля сотрудники УВД Бобруйского госполкома будут нести службу вблизи храмов во время проведения праздничных богослужений. Будьте крайне осторожны со свечами в храме. Соблюдайте безопасное расстояние друг от друга. Наблюдайте, чтобы ваш ребенок держал аккуратно свечи. Придя домой, также будьте осторожны со свечами и установите их подальше от легко воспламеняющихся предметов. 16 апреля, в самый главный праздник в церковном календаре, тысячи людей соберутся в храмах, чтобы услышать радостную весть. Христос воскрес!